Дорогой слушатель, Костя Суханов приветствует тебя. Многие писали мне, что в моей творческой копилке очень не хватает такого автора, как Дмитрий Мамин Сибиряк. Я решил исправить эту несправедливость и записать для вас его серию «Сибирские рассказы». Именно по вашим отзывам, по вашим лайкам, дизлайкам, по тому, сколько людей будут делиться этими произведениями, я и хочу понять, действительно ли нужен этот автор и его произведения. Ну что же, серия «Сибирские рассказы». Дмитрий Мамин Сибиряк. На перевале из осенних мотивов Первый иний, от которого закисает лиственница, служит сигналом для охоты на глухарей. Чуть тронутая холодом мягкая хвоя служит лакомством для птицы, и охотники пользуются этим, чтобы бить по зарям усевшихся на лиственницах глухарей. В Среднем Урале это дерево достигает значительной высоты и над лесом поднимается целой головой. Обыкновенно встречаются отдельные деревья, а целые насаждения очень редко, дальше к северу. Старинное дерево – это лиственница. Высокая, ветвистая, чуть посыпанная своей бледной и мягкой хвоей. По крепости она тверже дуба, в воде не гниет и потому служит по преимуществу типом корабельного леса. В Среднем Урале лиственницы имеют такой голый и сиротский вид и широко растилают свои узловатые коряжистые ветви, похожие на оленей рога. Южнее эти деревья достигают огромной величины. Так, около Златоуста нашли для телеграфного столба лиственницу, из которой вырубили столб, 36 аршин длины и 12 вершков в верхнем отрубе. Там же молодые лиственные заросли придают характерный отпечаток горной южноуральской растительности. Итак, первый иней пал, и в садах лиственницы начинают желтеть. Едем на охоту. Осенняя птица жирная, и это лучшее время в своем роде. В самом слове охота вы уже слышите что-то такое доброе, освежающее. Да, едем. У всякого охотника есть свои облюбованные уголки, куда его непременно тянет. В известное время вы его найдете на своем посту. Для сравнения могу указать на усердных прихожан, которые в церкви станут непременно на свое место. И меня таким любимым местом служит осенью так называемый перевал. Это горный водораздел, глухой уголок, оставшийся в стороне от растерзанных владельческих лесных дач. На 30 верст никакого жилья. И в самом интересном месте, на крутом берегу горного озера, стоит лесной кордон, где можно и чаю напиться, и собрать необходимые сведения от Ивана Васильевича, местного сторожа, который проживает здесь по обязанностям службы. Дорога из города идет сначала оставшимся за штатом знаменитым сибирским трактом, а потом по вертхо на глухой лесоворотный проселок. Вы едете по косами через мелкие лесные островки, по длинным еланям через болото и опять островки. По косы и леса уже настоящий лес, который чем дальше от города, тем выше. Город – величайший враг лесу, и близость этого врага вы чувствуете издалека. Лучшие деревья срублены, на земле валяется мертвый хворост. Молодым деревьям не дают подрасти в настоящую меру. Но чем дальше от города, тем легче и привольнее дышится. И травка не та, и дерево поднимается выше, и воздух такой чистый, хороший. Вот в стороне мелькнул знакомый кордон, наполовинке. За ним чернеет самокурня, где гонят деготь и смолу. Еще дальше мелькают одни поленницы дров, сложенные в стороне полусаженками и осьминниками. Подъема в гору вы почти не замечаете, а между тем экипаж на самой вершине водораздела. Вот и последняя болотистая речонка, которая сбегает высеть. И за ней довольно крутой увал. За ним уже западный склон Урала. Собственно, гор здесь совсем нет, и самый перевал не заметен. Последний раз я поднимался на водораздел в такой, хороший осенний день, обещавший удачную охоту. Когда экипаж очутился на вершине горы, в просветах между редким сосняком, серой блестящей полоской глянуло глухое озеро. Оно из той черной цепи, которая залегла меж верховьями рек Исети и Часовой. «Вот мы и в Россию заехали», проговорил кучер Гагары, оборачивая ко мне свое щадривое красное лицо с плутоватыми разномастными глазами. «Веда уже на Волгу от седа пошла. Российская вода!» Придерживая бойкую пристяжку, Гагары ловко спустился в крутой ложок, подтянул коренника и с ямщицким шиком подкатил на угор, где среди пихты елец спрятался кордон. Очень красивое место этот кордон, и только не достает какой-нибудь пустыньки или монастырика, чтобы оживить его. С высокого берега открывался просторный вид на все озеро, разлегшиеся среди невысоких лесистых увалов. В глубине в камышах спрятался исток, которым озеро соединяется с рекой Часовой. Вот и собака Юлька выбежала с громким лайм навстречу к нам, а в двух избушках показались любопытные лица. В одной обитал сам Иван Васильевич в качестве начальства, а другая стояла так, на всякий случай, когда лесничий заедет, когда охотники, когда так, кто-нибудь завернет. «Вот и монашины», — говорил Гагара, осаживая пару ворот. «Они теперь ягоды собирают в лесу. У Ивана Васильевича важнецкая изба для проезжающих налажена. Но монашины недель на три здесь выживают. Юлька, не узнала гостей?» Собака в последний раз брехнула на лошадей и ласково завеляла хвостом. В окне избы для проживающих мелькнуло два темных монашеских платка. Ворота скрипнули, и показался сам Иван Васильевич в своих неизменных резиновых калошах, в темных больших очках и сереньком пиджаке. Это был очень степенный господин с неторопливыми движениями и той солидностью, которая зависит от характера. Он распахнул большие ворота и впустил экипаж во двор. «Хозяину!» – здоровался Гагара с развязанностью городского кучера. «Опять к тебе в гости, Иван Васильевич!» «Милости просим! Живем в лесу, а гостям рады. Вы уж ко мне пожалуйте в избу, а там в другой избе у меня брусничный монастырь. Может, на свежем воздухе чайку пожелаете напиться?» «Да, я думаю, что так будет лучше». «Конечно! Для вас это гораздо любопытнее!» «Ушко можно заварить?» У Ивана Васильевича все делалось как-то само собой. И самовар вовремя будет готов, и ушко подоспеет. Свой же парень съездит посмотреть в исток поставленную вчера морду и привезет свежих окуньков, а хозяйка оборудует самовар. «А как глухари?» – спрашиваю я, разминая ноги после тряской трехчасовой дороги. «Глухарис?» Они свое дело в лучшем виде знают. Вчера двух спугнул по дороге к кочкам. «Тут есть ложок, а над ним этак осинечек пойдет. Листяночки – аккуратное место. Как раз только чайку напьетесь, тут и самое ваше занятие». Юлька орудует в лучшем виде. «На дерево бросается?» «Сначала кидалась, а потом я ее отвадил». Тоже понимает стерва. Сядет под дерево и брешет, а он глухарь на нее сверху. «Тут-ту-ту». Ну и разговаривают. Даже смешно в другой раз слушать. «А вы в самый момент приехали. Теперь глухарь на чеку». Мы сели на берегу под густой старой пихтой и долго беседовали о разных разностях. Холодное осеннее солнце быстро склонилось к зубчатой линии леса. По озеру разгуливала осенняя волна, сосавшая берег и с шипением уходившая в качающуюся полоску жесткого ситника. Странное это время осень. И погода ясная, и солнце светит, а вас так и сосет какая-то грустная сиротская нотка. Есть своя поэзия осени, задумчивая прелесть звездных холодных ночей и целая гамма тонов умирающей зелени. Весело горит огонек на открытом воздухе. И дым уже не стелится по земле, как в туманную летнюю ночь, а вьется столбом прямо в небо. Гагара устроил цыганскую распорку и варит в котелке уху. Юлька сидит невдалеке и ждет своей доли в общей трапезе. «Ты луковку-то не торопись спущать», — советует Иван Васильевич тоном специалиста. «Размокнет, как тряпица. Какой в ней толк? А надо плепорцию». «Нет, ничего. Главное, спокойно. Летом я, как осман-паша в неприступной плевне, сижу кругом болота, а дорога одна, в кочке. Лесоворам нечего делать, ну и отдыхаешь. Верст на сорок мой участок растянулся. И не углядел бы, если б не болото». Военные сравнения у Ивана Васильевича провертываются часто. Он сделал последнюю русско-турецкую кампанию и фельдфебелем какой-то стрелковый рот и переходил Балканы. После того служил на железной дороге, но по слабости зрения должен был бросить эту обязанность. Потом служил урядником. «Помилуйте, ни днем, ни ночью нет покоя, а народ какой здесь? Того смотри, что голову оторвут». А Ивана Васильевича семья. «Пензенский враженец, он попал на Урал по той же причине, как и многие другие. Дома нечего делать, а здешние места захвалили. Оно действительно, места обширные и жить можно. Да народ сказать правду варнак». Сердце Ивана Васильевича возмущалось убойными сибирскими нравами. Мы идем по лесу. Под ногами хрустят сучки. Трава совсем сухая. Иван Васильевич шагает в своих резиновых калошах и несет длинного тулика на плече. Точно по команде «Ружье вольно». Юлька суетливо шныряет между деревьями. И я по лицу Ивана Васильевича вижу, что он доволен собакой. Которая забирает верхним чутьем и не идет глухаринными подъезьями и кормежками. Вот и ложок, и покрасневший от мороза осинник со своей яркой точно ситцевой листвой. Даже есть те ленючие тона, какие производит московская мануфактура. «Конечно, жалования маловато. На пятнадцать рублей немного расширишься», — говорит Иван Васильевич и останавливается как вкопанный. Юлька брехнула на птицу и глухарь забормотал на нее. «Этот момент самый интересный на охоте. Так и встрепенешься весь. Солнце уже село, но в лесу еще светло. И деревья отчетливо вырезают со своими контурами на отбелевшем осеннем небе. Мы расходимся. Иван Васильевич предоставляет мне добычу. Я тоже заметил высокую лиственницу, где бормочет глухарь. Небольшой перелесок отделяет меня от этого дерева, но подойти поближе нельзя. Чуткая птица, пожалуй, не пустит, а проклятые сучки так хрустят под ногами». Останавливаюсь и перевожу дыхание. Слышно, как бьется сердце. Еще несколько шагов, и добыча будет в роковом круге поля поражения. Немного больше ста шагов, но винтовка Ли Боди возьмет и дальше. Сквозь поредевшую листву просматриваю в последний раз глухаря. Он сидит на длинном сучке и разговаривает с собакой. Вот пауза. Нужно стоять смирно и стрелять, когда глухарь опять забормочет. В это время он не слышит выстрелов, и можно из малокалиберной винтовки отвесить по нем раз десять. Вот опять бормотание, выстрел, и облачко дыма мешает разглядеть результаты. Нет, глухарь сидит на старом месте и только сильнее вытянул шею по сучку. Значит, пуля пронеслась верхом. Второй выстрел заставил его подскочить. Пуля обнизила. Обыкновенно в таких случаях глухарь улетает, но этот непуганный после небольшой паузы начинает опять разговаривать. Третий выстрел. И птица снялась с дерева широкими взмахами своих крыльев, сплавилась под перелеском и исчезла. Слышно, как Юлька заливается, но это уже не торжествующий, осмысленный лай, а просто собачий азарт. Она потеряла птицу. Ужасно досадно. Я в утешении себе рассматриваю свою винтовку. Что с ней такое случилось? По сучку ушлепнулась пулька-то. За спиной у меня говорит неслышно подошедший Иван Васильевич. Теперь самый обманчивый свет. Своя прицелка. Я вот к своему тулику вполне привесился и шагов на пятьдесят так шарахну, что даже сам удивляешься в другой раз. Мы пошли дальше. Юлька затихла. Свет быстро исчез, точно его тушит какая-то невидимая рука. Делается холодно. На нашу беду подвернулся зайчонок и Юлька бросилась за ним с особым завыванием, которое знакомо всем охотникам. Эх, проклятая, ругался Иван Васильевич, бросаясь в погоню за неверным псом. Вот каждый раз так. Поймай ты съест, подлая. Юлька, я тебя шельма. Тени сгущаются. Большие деревья трудно просмотреть, но на мое счастье опять попадается глухарь. Без собаки к нему трудно подойти. Приходится пользоваться только его бормотанием, когда едва успеешь сделать несколько шагов. Пожалуй, еще в ширф попадешь куда-нибудь. Подхожу на приличную дистанцию, начинаю выцеливать. Плохо видно. Стреляю наугад. Глухарь благополучно улетает. Где-то близко грянул туляк Ивана Васильевича. Этот не промахнется, думаю я, огорченный с собственной неудачей. Действительно, появляется Иван Васильевич, и волокет за крыло убитую птицу. Огромотный мешок, говорит он, останавливаясь. Бегу за юлькой, а он на меня сверху как забормочет. Ей-богу, вот какая повадка. Ну, я его и положил. Таким комом свернулся, как мешок. Ведь сверху, когда летит, точно медведь. Юльки не видали? Вот я вам скажу, бывает же такая несообразная тварина. Мы возвращаемся. Охота кончена. В темноте дорога кажется блиннее. Но вот и знакомая пихта. Мы дома. Огонь догорает. В брусничном монастыре теплится слабый огонек, и какая-то темная фигура стоит перед иконой в переднем углу. С полем! Кричит Гагара, наметавшийся с охотниками. Юлька уж дома. Заметив нас, она поджала хвост и виновата ползет по траве к пылающему гневом хозяину. Который прописывает ей встрепку и читает наставления. Юлька визжит больше для приличия и облизывается. Ха! Она хорошо закусила. Выплывший месяц осветил заснувшее озеро. Мы опять пристроились под своей пихтой и греясь около огонька, гуторим о разных разностях. Хорошо вот так посидеть и поболтать с бывалым человеком. Иван Васильевич покуривает трубочку и сплевывает на огонь. Гагара потрошит убитого глухаря, чтобы сделать из него похлевку. Ему помогает хозяйка, пожилая женщина, накинутая на плечи шубейки. Я вот часто так-то выйду на бережок, повествует Иван Васильевич не торопясь. И раздумаюсь, ведь какое здесь место. Настоящая грань. Одной ногой в России, другой в Сибири. Да, самое глухое место. Вон туда, к часовой, дороги больше никакой нет. Доехал до кочек и ступай назад. Вон какое место. А зимой волки у вас бывают здесь? Нет, мало. С озера разве какой шальной забредет. А вот лесоворы тогда хуже всяких волков. Зимой-то везде дорога. Как начнут подчаливать в город бревна, тут держись только. А отвечать должен за всю дачу все же я. Ммм, она милая. Вон какая дача-то. Больше пятидесяти квадратных верст. Лесничий проехал, увидал свежую порубь. Настоящее военное положение. А одному-то не разорваться. Под плевной лучше было. Там все-таки не один. Утром надо было вставать часа в три, чтобы взять птицу на брезгу. То есть, когда только начнет свет заниматься. А поэтому мы и залегли спать пораньше. В избе у Ивана Васильевича было очень чисто. И старой ситцевой занавеской она делилась на две половины. В одной спал он с женой, а в другой расположился я. На палатах давно уже спал мальчик лет двенадцати. Городская привычка ложиться поздно сказался здесь. Я долго ворочался сбоку на бок, прежде чем смог заснуть. Даже это было не сон, а какое-то полузабытие. Помню, как я опять скрадывал глухаря и как взлаивала Юлька. А потом сквозь сон в ухо лес какой-то бабий шепот. «Разбуди, Аннушка Ивана-то Васильевича ради истинного Христа!» Там уж поблазнила сестрица. «Нет, голубушка. Сначала это мелькнуло, будто на полянке. Юлька брехнула. А сестра Агнессы видит в окошко. Он к стеклу-то и припал. Мы так и ужаснулись все!» А сестра Платонидой говорит. «Это, может, — говорит ихний городской кучер!» А Юлька нет-нет и взлает. Ну а потом он опять к нашему окошку присунулся. «Мы все видим, а никто слово молвить не может!» «М-м-м! Ихний-то кучер в повозке спит!» «Этот с бородой, а кучер безбородый! Ну, сестра Агнессы послала к вам! Непременно говорит, добудись!» Открываю глаза. Изба чуть освещена лунным светом. Хозяйка в притворенную дверь шепчется с невидимой монашиной, как я начинаю догадываться. «Что такое случилось?» — спрашиваю я. «Да так, пустяки!» — отвечает хозяйка. «Вот монашкам поблазнило, будто какой человек к имя в окошко смотрел!» «А кому здесь смотреть-то? Мы и ворот сроду не записывали!» «Побуди Иван-то Васильевича!» — просит голос. «И то разбудить!» Хозяйка голыми ногами проходит за свою занавеску и начинает расталкивать домовладыку. «А? Чё?» «Ну, мычит с просонья Иван Васильевич!» «Отстань, пожалуйста! Умереть не дадут! Брусники наелись монашины! Вот и увидали человека! Отстань!» В этот момент послышался топот нескольких пар босых ног, и в сенях раздалось более смелое шушуканье. «Матушка моя сидит! Своем глазом поглядите! Огонька сидит! Ох, до смертушки мы все перепугались! Да, мож, кучер ихний сидит! Ох, нет, с бородой мужчина!» Это уже был весь брусничный монастырь, столпившийся в наших сенях, как стадо овец. Иван Васильевич в одной рубахе выглянул в окошко и проговорил. «И то! Кто-то сидит! Леший его задери!» Во дворе, заслышав суматоху, Юлька выбивалась из сил и с приступом бросалась в ворота. Иван Васильевич не торопясь оделся, я последовал его примеру. «Разбудите Гагару!» — шепотом приказал он жене. «Мы его изловим каналью! Вот еще притча какая!» «Тамош, он не один!» — боязливо шептала хозяйка. «Как ножом полыхнет! Вот и вся тут!» «Ну-ну, полыхнет! Не твоего ума дело!» Иван Васильевич опять выглянул в окошко. «Нет, сидит он у самого пепелища! Уж не оборотень ли какой!» Мы устроили настоящую засаду. Я занял ответственный пост у ворот, Гагара должен был обойти со стороны дороги и отрезать отступление. Иван Васильевич перелез через забор прямо в лес и оттуда должен был открыть атаку на неприятеля. Юлька неистовствовала у ворот, монахи не заперлись в избе на крючок, а он продолжал сидеть у едва тлеющего огонька и преспокойнейшим образом подбрасывал в него щепочек. Приотворенную калитку я увидел широкую согнутую спину и голову без шапки. Раздался сигнальный свист и мы открыли наступление. Первый бросилась на приступ Юлька. «Эй, кто есть жив человек? Сдавайся!» — кричал Иван Васильевич, показывая Сизлису с ружьем в руках. Молчание. Одна Юлька с визгом наступает на сгорбленную фигуру у огня и раз-два, кажется, успела схватить зубом. «Да ты умер, что ли?» — слышится недоуменный голос Ивана Васильевича. «Сдавайся!» Мы с трех сторон подходим к огню, и Иван Васильевич схватывает незнакомца полицейским приемом. За плечи, сзади. «Кто таков человек?» «Живой человек», — отвечает наконец незнакомец слабым охрипшим голосом. «Откуда взялся?» «Из лесу». «Как зовут?» «Косач». «Птица». «Бруснику ел, листвень ел, мох ел, и вышел косач». «Видим, что птица», — спокойно говорит Иван Васильевич. «Бродяга?» «Около того». «Говорят тебе, косач». «Зачем ночью подходишь, дьявол? А как бы я тебя хлобыснул пулей?» «И стреляй». «Сбился с дороги, отощал. Три дня хвою и грибы ел. Вот огня не было, ноги не держит». «От артели отстал?» «От артели. Боялся днем-то подойти». Пленный был приведен в избу. При огне он оказался тщедушным мужиком с горбатой спиной и зеленым испитым лицом. Один глаз вытек, а на его месте оставалось одно закрытое веко. Весь костюм состоял из одной заношенной рубахи, пестрядиных портов и какого-то отрепья на плечах. Войдя в избу, он перекрестился и проговорил. «Дайте поесть». Смертушка пришла. «Но и зверя залобовали», — качал головой Иван Васильевич, делая знак жене. Появилась краюшка хлеба и чашка с квасом. Бродяга дрожащими руками ухватился за хлеб и принялся его есть с жадностью. Я протянул был руку к своим дорожным запасам, но Иван Васильевич остановил меня. «Не нужно. Очень уж сердяга отощал. Не стерпит настоящей еды. Отвык от хлеба-то». Столпившиеся у дверей монахини смотрели на несчастного бродягу со смешанным чувством страха и сожаления. Слышались вздохи. «Дальний будешь, миленький», — осмелилась наконец спросить одна из сестер. «Дальний, голубушка, из-под Иркутского», — быстро ответил бродяга и посмотрел таким голодным взглядом на всех нас. «Ох, отощал и сил выбился». «Господи, батюшка», — слышался благочестивый шепот. «Ну куда я теперь с тобой, косач?» — спрашивал Иван Васильевич, расхаживая по комнате. «Ну куда? Шел бы своей дорогой». «Вот, не угодно ли?» — обратился Иван Васильевич уже ко мне. «Я ж его и представляю в город. Это значит тридцать верст вперед да тридцать верст назад». «Нет, спасибо, голубчик. Это уж третий такт ко мне навязывается. Отобьется от артель и вези его в город». «У них, у бродяг, тракт по реке Исеги, а потом через горы перевалом. На реку Чусовую идут. Старинный тракт. В верстах в двадцати от кордона их не бродяжная тропа. В лет-то, может, тысячи три человек пройдет. Все в Россию, значит, обращаются. Ох, ох, ох. Когда урядником был, так до смерти бывало, надоедят эти бродяги. Собливу по осени, когда холодом их в горах достигнет. Артелями приходили. Представь по начальству. Это они зимовать во строк просятся. И вот все такие орлы. Ну, что с ним поделаешь, с косачом?» «Заплутался», — точно про себя говорил бродяга. «Отащал. Все думал, выйду на дорогу, а самого уж вторые сутки мутит, с голоду мутит». «Чем же ты кормился?» — спрашивает сестра по бойчей. «Саранку копал, доел. Медвежью дудку, бруснику. Огня не было, вот главная причина. Изяб весь, ноги избил, отощал». «Х-х-х-х! Вот что, сестрицы, идите-ка с Богом спать!» — предложил Иван Васильевич, позевывая. «Утро вечера мудренее». Монашки придвинулись к двери и зашептались. «Боятся они», — объяснила хозяйка. «Может, он не один и отворит ночью ворота товарищам всех и укокошат. Тоже бывали случаи». «Пустяки! Идите, сестрицы, а для отстраски Юльку возьмите». Напуганные монахини едва решились уйти в свою избу. Хозяйка улеглась за свою занавеску, а Иван Васильевич продолжал ходить по избе и думал вслух. «Ежели отпустить его, пристанно держателем назовут. В город везти. Одна моя та. Ну и задал же задачу, а?» «Ты вот что, косач! Как мы уснем, ты и уходи потихоньку, а я скажу, что бежал. Не укараулили и вся недолга». «Нет уж, будь милостив, приставь в отстрок». «Ах, какой человек навязался! Охота мне тащиться. Тридцать верст, да там по разным мытарствам ходить. Право, ночью уходи своей дорогой». «Не могу. Обезножил. Силы нет». Бродяга был настолько жалок, что на него невозможно было даже рассердиться. «Вы меня завяжите, а сами ложитесь спать», — предложил он нейтральную меру. «Чего тебе вязать? Ах ты, притча какая! Тебя бы только вон там, под загорой левее взять, тут сейчас и тропа выйдет. Все равно, перезимуешь в остроге и опять убежишь». «Убегу». «Ну так по этой же дороге придется идти. Притча я такая». «Нет уж, представь по начальству». «Я долго всматривался в несчастного бродягу. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Русые волосы, сбившиеся в кашму и песочного цвета борода, не были еще тронуты сединой. Но это лицо мне навсегда запало в память. Худое, изможденное, с обтянувшимися около зубов губами, обострившимся носом и лихорадочно горевшим единственным глазом. «Бродяга – это неизбежная принадлежность нашего уральского быта. Их каждый видал по тракту. Идет обоз или экипаж катится, к ним из стороны выходят один или двое, снимают шапки и кланяются. Редкий не подаст куска хлеба или копеечки. Видал я бродяг в лесу по волосным правлениям, на этапных пунктах, в камерах судебных следователей, на скамье подсудимых. Но косач положительно выдавался своей отчаянной беспомощностью, голодным видом и упорным желанием попасть непременно во строк. Тысячи таких вот косачей бродят по лесу, перебираясь через Урал на родину. Даже страшно делается при одной мысли об этом волчьем существовании. Выбитые из колеи, они, эти бродяги, отрекаются от своего имени, последнего достояния, которое несет человек с собой даже в могилу. Косач. И все тут. Звери и птица живут без имени, и бродяги тоже. Это полная гражданская смерть, а между тем таких, не помнящих родства бродяг, тысяч. Нет. Жизнь положительно страшная вещь. Утром рано мы возвращались в город. За моим экипажем на телеге ехал Иван Васильевич, а рядом с ним сидел косач. Он проспал в избе, несвязанный, и выглядел при дневном свете еще несчастней. Иван Васильевич имел сосредоточенный, почти сердитый вид. «Привезешь его в город, а там своим бродягам не рады», – ворчал он, усаживаясь в телегу. «Еще обругают, зачем привез». Утро выдалось пасмурным. Начинал накрапывать мелкий дождь. В одном месте нам дорогу перебежал заяц. Это уже окончательно взволновало Ивана Васильевича. И он сердито начал отпалевываться. По вашим лайкам, по вашим комментариям я обязательно буду судить, стоит ли продолжать эту серию. Если вы сможете поддержать меня рублем, я буду очень признателен. Обязательно пишите к переводу, что это на серию «Мамин Сибиряк. Сибирские рассказы». Номер карт 4817-7603-1059-6071 – это Сбер. 2200-7001-7829-8104 – это Тинькофф. Также будет ссылка на Бусти и номера всех карт в описании. Плюс 7901-715-2788 – мой ватсап. Вы можете обратиться ко мне, заказать рекламу или поздравления для своих близких. Получается очень круто и незабываемо, это уже проверено. Ну и каждый ваш лайк, комментарий и особенно репост – это тоже огромная поддержка для меня и моего творчества. Вместе с вами, моими меценатами, мы делаем аудиокниги бесплатно для всех. Пусть так и будет. Спасибо за поддержку. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.